...из однополых браков. Но почему? Это один из споров, где есть проблема, которая ни хера не важна. Но в то же время, эти споры ничего не значат. О, геи не должны заключать брак, и это разрушит семью. Но у нас такие же права. Брак не должен быть правовым институтом. Вот о чём нужно спорить. И никто... Государство не должно быть не замешано в твои любовные дела. Если хочешь жениться, это должно быть как вступление в общину. Если ты хочешь жениться, ты идёшь в свою церковь или в пиццерию чаки и чиз, и вокруг тебя исполняет какой-нибудь дикий танец дождя, всякую магию, и бум, ты женатый человек. Это ничего не значит. Ладно, а как насчёт налоговых льгот? Похер, нужны льготы, объединяйтесь, да ведь? Государство должно всегда видеть в тебе личность, несмотря ни на что. Что, если ты тупой дебил, или ещё и уродлив? Это как карпу. Ты не сможешь найти кого-то для брака. Это дискриминация. Это не должно быть правовым институтом, не должно существовать. Если бы брак не существовал, вы что, придумали бы его? Вы бы такие, да, детка, вся эта херня между нами, это так здорово, нам нужно ещё и государство добавить в наши отношения. Мы не можем отвечать за себя сами, нам нужны судьи, адвокаты в нашу херню, детка. Это так возбуждает. Но кто-то же это придумал. И теперь вам приходится это делать, или же вы урод? Так ведь? Это как день секретаря. Каждый день всё было нормально, ты приходил из офиса, пока кто-то не сказал, сегодня день секретарши, и теперь ты урод, если не принёс ей цветы. А кто-то придумал свадьбу, и теперь ты урод, если не женишься, а я урод, если не приду на свадьбу. Это скучный, эго-маниакальный ритуал, на котором никто никогда не хочет присутствовать. Даже не думайте ни секунды, что кто-то хочет присутствовать на вашей свадьбе. Это самое скучное и страшное событие. Это всё равно, что смотреть, как кто-то ждёт автобус в шесть часов, одевать самые красивые вещи, приходить, приносить подарки, рассказывать тухлые байки. Я вижу, как мой друг там говорит, Я расскажу вам, что для меня значит любовь и обязательства, потому что, когда я первый раз увидел Лору и Генри, у меня сердце прям разрывалось. Если я в таком случае должен быть посвящён вашей интимной детали, я бы предпочёл просто посмотреть, как вы трахаетесь. Вот, вот это свадьба. Давайте, давайте просто посмотрим, как вы трахаетесь в каске шахтёра, чтобы видеть все ваши прыщи, бляски, череи и еда. Это ужасно. Это же спор ни о чём. Так много клятвы верности, например, как в Верховном суде. Ещё один спор ни о чём. По воле Божьей должна быть клятва на верность. Ну да, ага, да, должна быть. Нам не нужна клятва верности. Скажите так, нахер вам это промывание мозгов нужно? Если у тебя хороший продукт, дети сами это поймут. Мне не нужна реклама. 12 лет принудительной рекламы. Вы сейчас под наркотиками аплодируете, так ведь? В каком-то смысле.